Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Меня попросили сегодня по интернету поделиться своими мыслями о так называемом царе, которого уже люди получили в России, многие этого не знают. Ну что я думаю об этом? Я никогда этой теме даже говорить не хотел. Ну как-то все это на меня наплывает и еще раз повторяю, что я говорю не ради чего-то, а сказать это во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть только согласно Святой Библии, что об этом говорит нам Господь Бог. Дело в том, что многое в нашей жизни случается, что мы называем случайностью. Но для верующих это слово, оно не случайно. Написано случайно, кто-то натянул лук и стрела попала между швами, и царь Ахав был ранен, хотя сделал все меры предосторожности, чтобы его не убили. Я говорю для знающих содержания Библии о том, как он... А там царь уже дал указание, ни с кем не воевать, только его убить-то. Ну вот случайно стрела влетела в шов, он был убит. Раненый, потом умер. Так и здесь. Я веду дневники, то есть люблю просто дневники вести, это необходимо. Считаю, что необходимо. Более 50 лет. И у меня вот что, смс, сбрасывают телефоны, разговоры, у меня все сохраняется везде под запись. Это помогает потом проследить. И вот оказывается, об этом царе задали вопрос, а я о нем уже все, что в интернете есть, там фильм Людейна, связанный с Соловками, уже просмотрел. Вот. Ну думаю, дай-ка я загляну в дневник. Оказывается, 11 февраля 2013 года мне позвонил один человек и назвался Михаилом. Говорит, я избистка. По моему телефону, 24-38-46 в Барнауле. А кто вы такой? Я вот такой-то, я представитель. Какой представитель? Я даже сразу не разобрался. Представитель царя, которого уже помазали в России на царство. А кто он такой? Он его называет? Георгий. А как, что это за Георгий? Откуда он взялся? Какое его происхождение? Что за царь? Как-то воцарили царя. Значит, в России я живу, я и не знаю, что у нас уже не президент, не премьер-министр. Да вообще-то интересно. Но, как вы обо мне узнали? Он говорит, рассказал нам священник один, отец Павел Ермоленко, из Камня на Аби. Встречались с ним. Ну, хорошо я знаю этого батюшку, очень даже хорошо. И что же он вам рассказал? Ну, видно, рассказывал хорошее. Они как-то так расположены ко мне. А вы такие фильмы смотрели, это называете? Это хорошо. И он как будто бы надеялся на встречу завтра. Ну, получился второй телефонный звонок немного позже. Я уже все просмотрел, все фильмы подготовился. Можно было бы разговор продолжить, расспрашивать, но настолько мне эта неприятная личность показала, с кого царем воцарили, настолько он нефактурный, непрезентабельный. А я сам сидел в пяти тюрьмах, как политзаключенный, в лагере был, а потом 17 лет сотрудничал с местным СИЗО, помогая заключенным встать на истинный путь, принося туда слово Божие, к чем могли помогать. То эту категорию людей я очень хорошо знаю. Очень хорошо. Тем более после окончания Барнаульского строительного техникума Господь так сделал. Я пролетарского происхождения, отец инвалид, многосемейный, там 12 ребятишек, 10 живых только было, мать героиня. Меня проверили и направили в органы МВД работать. Я там был послан в Иркутский лагерь, там село Плишкино, строго режимный женский и мужской лагеря. То есть к тому говорю, что эту категорию людей я очень знаю. У человека, который, ну преступник, у него это как бы на лице отпечатано. Вот разговариваешь когда с ним, он смотреть прямо не может. А он глазами туда-сюда как бы обшаривается, чтобы, ну что-то цыганское такое. И вот этот человек, ну просто зайдите, посмотрите, о царе или фильме, или Дина называется. Легко. Тут я человека этого представить не могу. Если бы там было, были бы в комнате у меня, я бы показал. Я стал отвечать на этот вопрос. Кое-что ответил. А потом гляжу, настолько мне это неприятно. Думаю, и отвечать не буду, только в писаном лиде отвечать. А вот эту запись делать не буду. Сижу, печатаю. И в это время звонок. Я снимаю трубку, это сегодня утром. Мы встаем в 4.40, а уже 7 часов. Звонит отец Павел из Камнина. Он редко звонит, но именно он, и именно о нем я пишу, он звонит. Я к слову случайность, но не случайно это. Не случайно, у Бога это было вымерено. И теперь те подробности, какие я тогда мог бы узнать от того Михаила, который мне позвонил из Бискота, ну своим таким ответом, просто быстро я ответил, говорю, вы прямо на смешку какую-то делаете. Какого вы избрали-то? Уголовник какой-то, по виду-то. Но теперь уже отец Павел, он больше их знает. Я у него стал расспрашивать, откуда он, кто он такой, кто этот Михаил. А оказывается, все это связано с Диамидом. Был такой епископ Зюба, вот, его там запретили, он проклятие Анапими предал патриарха, других все. И он рукополагает, это я со слов отца Павла говорю, он на Дальнем Востоке теперь где-то там свою паству, как они называют, окормляют этот Диамид. И он своего брата единолично рукоположил в епископа, может некоторые еще и не знают это дело. А теперь вдвоем они рукополагают еще одного Корнилия. Я все это записал, для меня было очень это интересно. Ну, я такого даже не слышал. Ну и получилось так, что этот Корнилий, теперь их предал Анапими, Диамида с братом с Феофилом разошелся, а Феофил разошелся теперь с этим, ну, полный раздрай. Но это все с его слов я говорю. Да кто же его тогда помазал-то? И дальше там показаны, какие люди, почему они уверовали, что это именно царь. Ничего нету. Библия вообще в руки не берется, а только одно сны. Я сон видел, я сон видел. Даже с ним разговаривает священник, который царем они провозгласили, он видит, звезда падает с неба. Вот они все время падают. Это-то знамение, между тучами одна звезда пролетела. Другой раз священник, который с ним убеждает не делать этого, не верит, тут снова звезда. А отец Павел говорит, когда эти к нему приезжали, ну, чтобы, видимо, сторонников себе ищут-то, я, говорит, не дал ни да, ни нет ответа, а потом стал молиться. Он тоже доверчивый такой, он очень большой почитатель Иоанна Кронштадтского, прям неумеренный почитатель. У нас даже с ним были трения насчет Иоанна Кронштадтского. Секты Иоаннитов, я говорю, возникало. Ну, нельзя так, человек святой, праведный, ну, на этом остановитесь. Сам Иоанн, тем более, их не очень-то принимал, кто его так почитал за Бога, пришедшего во плоти. И вот здесь этот отец Павел говорит, я стал молиться, тоже на видениях все у него. И вдруг захожу в храм, и справа люди, одетые в камуфляж, вот как бывает, амон там нападает где-то. И двое одинаковые стоят, и подают две как бы фотографии, может, маленько что-то я не так понял, и смазаны такие. Я говорю, что это фотография? Это царь. Царя. Я царь, я вижу, а на обоих проявилось зверь, зверь. То есть на обоих фотографиях зверь. Для меня это ничего сон не значит. То есть для отца Павла это послужило тем, что вопреки тому, что я опасался за него, он твердо уверен, что это не от Бога. Ну, я рад, слава тебе Господи. Он такой доверчивый отец Павел этот, прям, ну, настоящий священник московской патриархии. Прям верит во все. Ну, а теперь я хочу сказать, что эта царь не имеет под собой никакой почвы. Где он был до 30 лет, такой, как говорят в народе, амбал, лысый. И теперь ему погону царские уже надели, священники там с ним возятся и то другое. Ну, хотя бы как-то оповестили президента, что он уже не президент. Но что дальше будет? И ко мне приходит еще один человек, это более ранний период. Я говорю, а кто вы? Секретная служба. Оказывается, секретная служба уже работает. Как в Израиле государства нет, а контрразведка уже работала. Придем к власти. Все траншеи будут завалены трупами до самого севера. Ну, как у Жириновского написано, в последнем вагоне, кого они там везут. Здесь похлеще. И отец Павел тоже с ними разговаривает. Как? К власти придем, покажем полную власть. На каждом столбе можно вешать. Вот так. Президента хоть не на каждом столбе вешают. Меня коммунисты всю жизнь, как говорится, жучили, садили, по тюрьмам толкали, психиатрии держали, но на столбе не повесили. Значит, это что-то похлеще будет. Похлеще ГУЛАГа. Даже по этой стороне, то они не милосердия ищут, не о том, что народ измучился этими правителями, сменами, этими маринеточными правителями, которые под рукой масонов делают, что им скажут. Они царя-то ждут какого? Который все зальет кровью и опирается на якобы пророчество Серафима, когда, говорит, никого никуда не повезут. А кровью будет залита вся земля. Этих виновных, которые в развале России, они виновных ищут. Я согласен, виновных надо искать. Но виновные внутри меня сидят. Как такой здесь Тополь, кажется, был еврейский писатель, принял православие в Израиле и говорит, у меня главный шаг был первый, я убил еврея. Какого еврея? В себе внутри. Что не евреев царствует над нами, а Господь Бог будет царствовать над всеми. Он не антисемит, он еврей. Так и здесь. Надо внутри себя найти главного виновника. Главный виновник я. Я всегда говорю, как вот евреи захватили, разграбили страну, увезли в Израиль. Это все, информация отовсюду идет. Знаю, согласен. А мусульмане, смотри, исламизация какая идет, исламизация всей страны, везде. Знаю. Надо бороться с евреями, надо бороться с исламом, но оружие только одно на всех. Любовь. Любовь от меня. Я должен всем пожертвовать и сделать добро этим людям, чтобы они увидели их со Христом лучше. Больше другого оружия нам не дано. А то уже как хорошо, одни изучают ислам, другие да, а мы должны автомат Калашникова изучать уже в первом классе. Проходили все это? Относительно царя. Нужен ли этот царь? Первый вопрос. Если нужен, то как узнать, что он нужен? А кто нам сказал, что он нужен? На Библии что нам говорит? Библия говорит о том, что народ пришел к пророку Самуилу и стали просить царя. Это первая книга царств, восьмая глава. У меня Библия вот лежит. Не открывай, мне просто там более мелкий шрифт, не столь хорошо видно. Я сейчас отпечатал и принес. Вот. 8-7. И сказал Господь Самуилу. Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо ни тебя не отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Я с большой буквы. Требование царя это есть богоотвержение. То есть Бог над нами не царствует. Ну а кто нас будет защищать? Я говорю, скажите, кто защищает мощи ваши, что вы мощами облажились, с одними вертельцами возитесь? Ну а как? О, Елисея это. Хоронили, на него бросили, коснулось, и он ожил. В первую очередь, нигде больше никто не ожил за всю историю. Пора опомниться. 2700 лет назад, и все еще никто не воскресает. А на этот случай все ссылается. А почему вы не ссылаетесь на случай, который был при Старе-Изекии? Господь в одну ночь поразил все войско израильское. 175 тысяч. Вот на это надо и ссылаться. Если мы будем жить по заповням Божьим, никакой Сталин, Гитлер, Троцкий, Маус Зедун, полпот, он даже не придет. Он не родится, он не зачнется. Другой живщик получит жизнь. Вот на этот случай надо ссылаться. Первая царств, 10 глава, 19 стих. А вы теперь отвергли Бога вашего, который спасает вас от всех бедствий ваших и скорбей ваших. И сказали ему, царя поставь над нами. Вот те, которые хотят воцарить царя, и кого они ищут, поведением по-разному, они все находятся в Бога отвержении. Они не знают, для чего нужен царь. А для чего? А он наведет порядок, все будет. Ну даже конкретно, сегодня воцарили царя, народ-то остался тот же самый. И его ждет участь более страшная, чем лжедимитрия. Сожгут в пушку, зарядят и выстрелят. Или разве где-то над морем, как прав Гитлера, как говорят нам. Нам это надо? И вот смотришь, он говорит такие слова, как будто прослушал все, что он сам говорит, этот лжецарь. Другого ему названия. Но, а если он придет к власти? Да он вас повесит тогда. Ну и, во-первых, он не пришел еще. И поэтому, если я буду бояться его сегодня, когда он не пришел, то что будет, когда он придет? Тогда вообще жития никакого нет. Царь должен быть какой? Хотя бы как антихрист. Хотя бы, внешне. Придет какой? Ефрем Серий говорит, милостливый, добрый, желанный. Выслушает все. Ну как ходоки у Ленина. Это антихрист такой будет. А тут еще к власти не пришел, уже виселицы, уже перестреляли всех. Я кое-что прочту из Библии. Книга пророка Осии, 13-11. И я дал тебе царя во гневе моем. И отнял в негодовании моем. Вот и возьми. Когда Бог дает? Во гневе. И отнимает в негодовании. А каком царе можете... А по-другому царя давал Бог? Пока не было случаев. А было, что не было царя, выпрашивали. Вожди были. Цари Маковейские. Они не цари. Так они боролись за Родину, с оружием в руках. Ненавистных язычников еврейский народ сбрасывал с себя. Это исторические книги. Хотя они не канонические. Но так было всегда. Бог руководил через пророков. Приходили, судились. А когда пророков не было, делали каждый, что казалось ему справедливым. Третья царств 12.15.16 И не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнилось слово его, которое изрек Господь. И увидели все израильтяне, что царь не послушал их. И отвечал народ царю и сказал, какая нам счастье в Давиде, нет нам доли сыне Ииссеевым, по шатрам своим Израиль. Теперь знай свой дом, Давид. И разошелся Израиль по шатрам своим. А Раваам, скуда умный, это сын Соломона, внук царя Давида, остался с двумя коленами. А потом будет назвать одно колено. Иудина, Вениаминова даже как будто во внимание не берут. И сегодня, если будет царь, и ему будут добрые советы давать, он не послушает их. Вот которые претендуют на это, я ни одного, ну не считая там, которые за рубежом уже готовятся. Приезжал тут Леонида, вроде сын, там внук уже, и он, я буду править Россией. Ты научись управлять самим собою. Как один святой, сказали, ты почему не хочешь быть епископом? Он говорит, я уже давно епископ над своим черепом. Над животом своим. Это такой, ну видно, что не исхудал. Такая физиономия заплывшая. Да если такой будет царь у нас, так, ну, Сталин лучше выглядел. Хоть был рябой, говорит, и сухорукий. И Ленин лучше выглядел. Я уж не говорю о других, которые прям интеллигентно выглядят. А это прям какого-то, ну, избрали. А почему, кто его избрал? Я не знаю, кто. Мне нравится фильм «12» Никиты Михалкова. И когда там один из героев говорит, ну, все это еврейские штучки. Вот это они Левашова Николая, это они их избирают. Фотографируясь с ракфеллерами. Так, ненавидят русские евреи. Давайте на это ненависть и сыграем. Давайте. Ну и родноверы, вот они все как староверы считаются, родноверы. История России, это все штучки. И этот, это то же самое. Им надо царя русские, много говорят. Ну давайте выданим такого. А он, может быть, с ними имеет договор. А потом мы потом, как папа, капону, в шкафу задавить его даем. Все, на этом конец. А может быть по-другому. Пока не было и не будет. А ты молишься, меня спрашивают. А царя? А его и нету, как о нем молиться? Это царь канонизированный, я православный, я признаю, молюсь, что он умер. Ну и все на этом кончилось. А сегодня что бы был? Я не знаю, нужен ли он этот царь. Я не знаю. Я говорю, Господи, если тебе угодно, как пророчествует, что на малое время будет у нас царь-самодержавец, и будет Россия поднимется над всеми. Ну, если так будет, так пусть будет. Но чтобы мы показали пример христианской жизни, а не по-другому. Нужно просчитать, просто времени нет. Третья книга старств, 12 глава, 26-й, 32-й стихи. Осия, 10-3. Теперь они говорят, нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа, а царь, что он нам сделает? Вот так люди сегодня будут отвечать царю. Притча 28-2. Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников. А при разумном и знающем муже, она долговечна. Значит, страна отступила от закона. Пожалуйста. Много в ней начальников. Ну, раздут этот аппарат уже в несколько раз больше, чем при коммунистах. Ну, это статистика говорит. Ну, что из этого? Отсюда вывод один. Надо молиться, довериться Богу и сказать по делам нашим. Мы получили это. Это когда в Греции был царь Фока, который военачальник, полковник. Он захватил власть, убил царя, убил царицу и всех детей, и мальчиков, и девочек. Хотя обычно девочек оставляли. Ну, как Ленин был. Вот такой же. И мальчиков, и девочек у царя всех уничтожил, княжон. Ну, один подвижник, его имя не указывается, он, говорит, долго просил у Бога. Ну, почему дал такого зверя? Ну, понимаете, бывают цари, перевороты, но как-то все-таки можно жить. Это невозможно. Самых лучших, как Иван Грозный, рубит и рубит. И вдруг ответ поступил. Господь говорит, я долго искал по вашим делам дать вам, но хуже не нашлось. Если бы нашел, еще хуже поставил. Бог разыскивал, и самого подлого, самого коварного, самого жестокого Ленина вам и поставят. Большего чудовища вы недостойны. А дальше усатый гуталинщик будет вас мучить в ГУЛАГе. Вот так надо и понимать. По делам нашим мы достойны того. И поэтому вот такие сейчас, и они появляются, вырастают нам, цари. Мне немного хотелось бы самая короткая глава у Иезекииля. Это один из великих пророков, Исаии, Иеремея и Иезекииля. Остальные называются малые пророки. Есть девятнадцатая глава. Я хочу ее прочитать, хотя такие большие выдержки редко делаю, но она маленькая глава. В этой главе всего четырнадцать стихов. А ты подними плащ о князьях Израиля и скажи, что за львица мать твоя расположилась среди львов, между молодыми львами, растила львенков своих, и скормила одного из львенков своих. Он сделался молодым львом и научился ловить добычу. Ел людей. И услышали о нем народы, он пойман был в яму их, и в цепях отвели его в землю египетскую. И когда, паждав, увидела она, что надежда ее пропала, тогда взяла другого из львенков своих и сделала его молодым львом. И сделавшись молодым львом, он стал ходить между львами и научился ловить добычу. Ел людей. И осквернял вдов их, и города их опустошал. И опустела земля, и все селения ее отрыканье его. Тогда восстали на него народы из окрестных областей и раскинули на него сеть свою. Он пойман был в яму их. И посадили его в клетку на цепи, и отвели его к царю Вавилонскому, отвели его в крепость, чтобы не слышен уже был голос его на горах Израилевых. Твоя мать была, как виноградная лоза, посаженная у воды, плодовитой и ветвистой была она от обилия воды. И были у нее ветви крепкие, без скипетров властителей. И высоко поднялся ствол ее между густыми ветвями, и выдавалась она высотою своею со множеством ветвей своих. Но во гневе вырвано, брошено на землю, и восточный ветер иссушил плод ее, отторженные и сохли крепкие ветви ее, огонь пожрал их. А теперь она пересажена в пустыню, в землю сухую и жаждущую. И вышел огонь из ствола ветвей ее, и пожрал плоды ее, и не осталось на ней ветвей крепких, без скипетров властителей. Это плачевная песнь, и останется для плаща. Если Россия называла себя новым Израилем, тут уже этой экстраполяцией, переносным событием легко воспользоваться. Были цари, были. Пожирали людей, пожирали, все пожирали. Я говорю до 17-го года. А уж по 17-го они вообще пищи другой, кроме людоедства, не знали. И что пойманы были, другие страны, масоны поднялись, масоны тоже на месте. И наконец свергли, убили, расстреляли, растерзали. Ну, этих правителей меняют, это, однодневки. И вот сегодня и поносят, там, одного правителя. Да хоть какого поставь. Ну, кого вы хотите? Конкретно скажите. Ну, давайте, сегодня будет Жириновский. Или Зюганов. Ну, завтра у него точно так же будет оппозиционная партия, потому что на всех Рыжковых, Немцовых, Навальных не хватит кресел. Ну, пожалуйста, делайте, в уме хотя бы просчитайте. Ну, давайте, если бы я была президентом. Ну, кто это говорит? Новодворская. И у ней программа очень хорошая, программа. Точно такая же иерейская, как все. Все, ты говоришь, иерейские штучки. К тому же автору отношусь. Но у нее много хорошего. Она столько страдала. Возьмите от нее доброго. Возьми ее в советники. Я говорю, что добрая всегда есть. Плохой был бы во всем абсолютно человек, его бы в советники не звали. Значит, есть такие ахитофилы. Но все их советы будут на зло. Книга Плаща Еремея 4.20. Дыхание жизни нашей, помазанник Господень, пойман в ямы их. Тот, о котором мы говорили, под тенью мы будем жить среди народов. Да и нужен ли царь был Израилю? Пойман, как царь Николай. Уловлен. А эти вот сколько предупреждали. Рано или поздно жандармом вы перестанете быть. Россия. И везде все вмешивалось, все хватали, пока не лопнуло. Да самую дальнюю. Порт Артур. Где он, Порт Артур? На какой территории? Наша. А Финляндия? Наша. Польша? Наша. Восстание поднимают? Подавим. Ну и наконец подавились. Просто надо подумать. Царь другим он не может быть. Я много раз отвечал на этот вопрос. А если бы, ну, настоящего царя поставить? Настоящего царя, взяли его, ночью поставили. Можно до утра. А утром он должен отречься, если он православный христианин. У него обязательно должен быть репрессивный аппарат. У него будут оппоненты, он их не будет обращать. Он будет уничтожать их. А как у царя было? А для кого Шрестербургская крепость? Для кого все эти казематы? Этого не было, может быть? Народовольство не сажали. Шерешевский не сидел. Что спасало таких, как Новиков и Радищев? Только смерть внезапная. А что, нельзя было трогать их? Нельзя, как я говорю, вот эти плесуньи были лично в храме Христа Спасителя. Надо молиться. Это знаковое событие. Что храмы сквернены, и надо молиться. А к ним пальцем не прикасаться. А потом храм осветить, так и страну нашу. Сегодня нужно только молиться и плакать. Нам правители даются такие, какие мы сами есть. Первое царство, 8-7. Еще раз повторяю. И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Значит, отвергая то, что есть, там порог, конечно, был, мы не знаем, что будет дальше. Так называемое сослагательное наклонение, особенно в правителях, для рассмотрения никак не подходит. Я сторонником воссорения царя, царебожником этим, которые литургию там ведут, все это выдумывают, что-то царя, поминают, частицу вынимают. Все это запредельно далеко от Святой Книги Библии. По Библии мы знаем, что придет один царь, и будет он над всей землей царем. И кто его не будет признавать? Это Машаах. Но царствовать ему 3,5 года. И поэтому все, которые сегодня, они возникают здесь, как опята на пне, после дождя, их очень ждет всех одинаково. Отвержение от людей и от Бога. Богу нашему слава. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok